Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В Пятигорске этой ночью горел крупный торговый центр, если пострадавшие. А также сегодня у нас в гостях шестикратные абсолютные чемпионки Ставропольского края по чирспорту и чирлидингу. Обо всем по порядку в сегодняшнем полдне. Но сначала расскажем о том, что теперь у вас, дорогие наши телезрители, появилась уникальная возможность влиять на нашу эфирную сетку. Что смотреть в эфире нашего телеканала «Воскресенье вечером» будете решать именно вы. Итоги будем подводить каждую пятницу. С 18 февраля по 18 марта мы покажем вам то, что вы выберете сами. Первое голосование началось в понедельник. Для вас два фильма на выбор. Первое – это «Письма к жулете» или «Легкое поведение». Чтобы проголосовать, просто следите за нашим эфиром. На экране будут появляться номера телефонов. Звоните, и ваш голос автоматически зачисляют в пользу того или иного фильма. Выбери место, выбери дом, выбери стиль жизни, выбери одежду, выбери работу, выбери еду, выбери книгу, выбери музыку, выбери настроение, выбери увлечение. Выбери кино. Что, не можешь от телека оторваться? Каждый день в программе «Полдень» голосуй за тот фильм, который хочешь увидеть в воскресенье в 21.00. Итоги будем подводить каждую пятницу. С 18 февраля по 18 марта своё ТВ покажет то, что выберешь ты. Сделай свой выбор. Вы устали болеть и хотите знать о своём организме больше? Вы хотите укрепить иммунитет и защититься от сезонных простуд? Вы хотите предупредить болезни, но не знаете как? Мы вам подскажем. Еженедельный цикл мини-лекций о здоровье в рубрике «За здоровье» в информационной программе «Полдень» по четвергам в 12.00. Включайтесь в самое важное. А перейдём к медицине. Настоящую любовь можно будет проверить на томографе. Если в 2028 году вам захочется узнать, любит ли вас будущий муж или жена, вы сможете отправить его или её на сканирование мозга. О такой перспективе накануне рассказал нейробиолог Фред Нур. Но вот, а с другой стороны, то, что в мозге и то, что в сердце, зачастую отличается. И чаще всего слушать нужно то, что находится именно в сердце. И поэтому, я думаю, проверять нужно не только голову. А вот как беречь наши сердца, нам расскажет заведующая отделением Ставропольского кардиологического центра, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог у высшей квалификационной категории Елена Ашотовна-Властянц. Добрый день, Елена Ашотова. Добрый день. Ну, как беречь наши сердца? Вы знаете, вы очень правильно сказали, что сердца надо беречь, потому что, к сожалению, вот как мы не боремся с этой проблемой, она до сих пор остаётся очень злободневной. К сожалению, в нашей стране смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 7 раз выше, чем в крупных развитых странах европейских. Это очень большая проблема. Что касается края, в последнее время как бы чуть-чуть тенденция сдвинулась. Я расскажу, почему она сдвинулась, она улучшилась. Удвинулась в лучшую сторону. За последний год, да? За последний год. Но, тем не менее, вот если взять структуру общей смертности, то от сердечно-сосудистых событий у нас погибает 58%. К сожалению. В общем-то, это немало. А вот какие самые такие районы? Да. Вот 47% это смертность по именно заболеваниям сердца. Это ишемическая болезнь сердца, это нарушение ритма сердца. От инсультов, от церепровоскулярных болезней, ну, в районе 32%. Но всё это называется сердечно-сосудистые заболевания. Почему это происходит? Потому что, конечно, первое, люди не думают о том, что это может именно их настичь. Каждый думает, что это случится с кем-то, а не со мной. Ну, я курю, но я буду курить, я не буду бросать курить. Я люблю после работы прийти полежать на диване, я буду лежать на диване. Я люблю кушать сало, причём вот почему-то сейчас начинаешь разговаривать с пациентами, они все говорят, что я читал, что сало полезное, что вот животные жиры можно есть. Нет, нет, этого делать нельзя. Потому что все животные жиры, к сожалению, имеют такие фракции, которые не уходят в организм и в ткани, а седают на стенках сосудов. И являются причиной ишемической болезни сердца, причиной инфаркта, причиной инсульта и так далее. То есть жирное вообще кушать нельзя, либо в каких-то там определенных маленьких дозах? Вы знаете, ну совсем маленьких. Вообще животные жиры надо исключать. Надо больше питаться растительной пищей, растительными маслами. Вот недаром существует, ну не то, что существует, доказано, что среднеземно-морская диета – это самая лучшая профилактика сверечно-сосудистых осложнений, сверечно-сосудистых событий. Это что? Это растительное масло, это морепродукты, это фрукты, это овощи. Вот. И это даже где-то чуть-чуть красное сухое вино. Ну, скажем, бокал красного сухого вина в день, но не больше. Вот. Ну и кроме того, вот существуют, так сказать, основные принципы, по которым можно сохранить наше сердечно-сосудистое здоровье. То есть что для этого надо делать? Надо ходить пешком. Гиподинамия – это очень вредно для здоровья. Ходить надо, вот если так говорить, 20 километров в неделю. Вот рассчитайте, ну где-то вот от получаса до часа в день. Ходить в таком, в достаточно быстром темпе – это не прогулочный шаг. Это умеренный шаг. А вот я, насколько слышала, где-то читала тоже, сначала нужно темп, чтобы был небольшой, потом увеличивать темп, и к концу своей прогулки опять снизить скорость. Ну, в любом случае бег – это плохо, потому что это нагрузка на суставы идет и так далее. И медленная ходьба – это тоже плохо. Такой вот умеренно быстрый темп уже каждый человек выберет для себя. Со скоростью от 4 до 5 километров в час. Вот это вот та оптимальная нагрузка, которая помогает. Для чего нам это? И именно аэронагрузки. С многими пациентами-разговарочниками, да я буду ходить так в тренажерный зал. Вы понимаете, тренажерный зал – это пыль, тренажерный зал – это все-таки большое скопление бактерий, микробов. Я ничего не хочу говорить, я не хочу заниматься своей пропагандой тренажерных залов. Но я говорю, что лучше? А лучше – это аэронагрузки, то есть это ходьба на свежем воздухе. Это лучше. Ну, тренажеры, чтобы мышцы, да, покушать? Да, тренажеры – это кто, так сказать, хочет быть красивым, да, а кто хочет быть здоровым – значит, ходьба на свежем воздухе. Затем это следить надо за своим давлением. Человек должен, особенно у кого есть эта проблема, контролировать свое давление. Потому что повышенное давление – это очень большая угроза сердечно-сосудистых событий. Третье – это надо бросить курить однозначно. Но в этом плане я хочу сказать, что успехи вот в нашем государстве очень хорошие. Вот я рассмотрю по пациентам, процент курящих, извиняюсь, очень уменьшается, прям значительно уменьшается. И люди понимают, что, ну, если человек курит, он, прежде всего, вредит себе. А зачем тогда лечиться, если он продолжает себе вредить? Поэтому это очень хорошо. А если пониженное давление брать? Если пониженное давление, что вы говорите, убрать, если у человека пониженное давление? Нет, если сделать акцент на пониженное давление. Вот если у человека пониженное давление, ему что нужно? Ну, если... Тут таблеток как-то кивих не существует. Надо просто, вот если она упала, узнать, почему она упала. Давление понижается, значит, какая-то проблема существует. То есть понять сначала причину, да. Причину. Но если вот оно просто так, вот, ну, скажем, 90 на 60, и болит голова, надо выпить просто такой вот средней крепости чай, тёплый даже, горячий, с сахаром, Лечь, поднять ноги, полежать в горизонтальном положении с приподнятыми ногами. Не изголовьем, а ногами. Минут 10-15, тогда, в общем-то, давление обосстановится, чтобы тело пониже, а ноги повыше. Тогда усилится приток в голове, да, и всё. И тогда, в общем-то, как бы давление нормализуется. Употребление свежих овощей, фруктов обязательно. Где-то 200 грамм овощей, 200 грамм фруктов. В день надо, каждый день есть, потому что это клетчатка. Клетчатка, которая выводит всё из организма. Те там жиры, которые мы едим не очень хорошие, ну, я имею в виду животные жиры. Вот, конечно, сахар и много соли, это тоже плохо. За этим тут же надо следить. Ну, вот, как бы вот такие вот меры профилактики надо, так сказать, соблюдать. Ну, и если вдруг возникнут какие-то проблемы, надо тут же обращаться к специалисту. Ну, а вообще для профилактики как часто нужно обращаться к медицинской учреждении? Нет, если ничего не болит, то не надо обращаться. Нет, конечно, если появились боли, если поднялось давление, человек должен сразу идти к участковому врачу. Участковый врач направит его к кардиологу поликлиническому. Если там сложные проблемы, то кардиолог поликлинический уже направит его в кардиоцентр. Слава богу, у нас в последнее время уже активно делается коронар-ангиография. То есть это то, что сто процентов может сказать о состоянии сосудов. Это делается и в краевой больнице. И поэкстренно, если у пациента, скажем, возникает острый коронарный синдром, боль в сердце, опасность инфаркта, его сразу везут по линии скорой помощи в краевую больницу. Если, скажем, у пациента вот хроническая ишемическая боли сердца, боли в сердце, там какие-то нарушения ритма, то его в плановом порядке госпитализируют в кардиоцентр. Ну, там специально есть подготовка. Это надо, в общем-то, пройти уже. Об этом врач-кардиолог скажет на месте. Его кладут в отделение кардиоцентра к нам. И у нас делается коронар-ангиография. По большому счету, это рентген сосудов. Только надо отконтрастировать сосуды сердца, чтобы увидеть, есть ли там бляшки. Ну, это достаточно такая, это непростая, конечно, процедура. Она не делается везде. Она делается только в двух отделениях, в двух центрах, скажем, в кардиоцентре и в краевой больнице. Для этого надо пройти специальную подготовку. Для этого надо знать, что там, с желудком, ну и так далее. Это уже определенные этапы. Доктор скажет потом пациенту. Но самое главное, что это позволит определить, есть ли риск инфаркта, есть ли риск там в ближайшее время, там, скажем, ну даже и приобрести какие-то нарушения ритма. И если это необходимо, тут же пациенту стентируют, ставят стенты. И пациент дальше, так сказать, продолжает жить. То, что раньше невозможно было предотвращать, сейчас это возможно. Поэтому смертность потихонечку все-таки уменьшается у нас. Ну, то есть это вот раз сделали, и на все оставшиеся время, или только вот на какой-то период. На какой-то период, это на какой-то период. У кого-то это там до следующих каких-то событий, у кого-то надо раз в год это делать. Но я просто хочу сказать, что эта процедура достаточно серьезная. Нет, надо относиться серьезно. Это не, знаете, так вот, быстренько пришел, сделал, ушел. Нет, к этому надо быть готов, подготовиться, определенная подготовка, которую должен сказать врач. Ну, вот в кардиоцентре он дает специальный, как подготовиться. А кто вот чаще жалуется на сердечко? Молодые, взрослые, женщины, женщины? Вы знаете, я вам так скажу. Вот я помню, когда начинала работать, это еще даже медсестрой в 80-е годы. Тогда, скажем, в третьей больнице было отделение, и там на 10 палат, всего 2 палаты были женской. И в основном это лежали бабушки, там возрастные, в основном это были мужчины. Сейчас уже как бы, все равно, как бы мужчины немного-немного чаще болеют, но тем не менее, женщины их догоняют. Это первое. Что касается молодежи, молодежь тоже болеет, и молодежи тоже случаются проблемы сердечных. Просто, наверное, молодежь меньше, да, обращается? Просто они не обращают на это внимания, а болит, а мало ли что болит, и все. А потом случаются, к сожалению, какие-то вот фатальные исходы, неприятные события, поэтому все должны об этом знать. Но прежде всего, каждый человек, это человек, который сам может как бы влиять на свое здоровье, на свое состояние, на свой прогноз. Вот надо просто это приметить и заниматься, конечно. Мы сами должны следить за своим организмом и своими сердцами. Может быть, не кстати, но спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Это на самом деле так. Понятно, Елена Ашатана, спасибо вам большое. Друзья, следите за своими сердцами. Я напомню, у нас в гостях заведующий отделением Ставропольского кардиологического центра, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей квалификационной категории Елена Ашатана-Власян. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы устали болеть и хотите знать о своем организме больше? Вы хотите укрепить иммунитет и защититься от сезонных простуд? Вы хотите предупредить болезни, но не знаете, как? Мы вам подскажем. Еженедельно цикл мини-лекции о здоровье в рубрике «За здоровье» в информационной программе «Полдень» по четвергам в 12.00. Включайтесь в самое важное. Ну и еще одна новость на тему медицины и идем дальше. Ставропольский врач-хирург Кирилл Заря возвращается домой из Антарктиды на протяжении полутора лет. Он следил за здоровьем группы ученых 62-й российской антарктической экспедиции. А пока наш земляк направляется в Ставрополь, наша фитнес-ведущая Анна Медяник подготовила новую тренировку. Ну что же на этот раз? Смотрим. Раз, два, три, четыре. Шоу четверг. Все ели блины. Десятками, сотнями, тысячами. И что же нужно делать, Ира? Размяться наконец-то. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Сегодня нам понадобится стена, либо угол. Остановимся лицом к стене. Я думала, мы будем облакать. Анечка, Анечка, побыстрее. Руки на уровне лица. Делаем от стены шаг назад. И тянемся макушечкой к ладошкам. Прогибаемся в грудном отделе. И глубоко дышим. Вдох. Выдох. Аня, я не слышу, как ты дышишь. Я не дышу, я затаилась. Вдох. Потому что Аня съела 33 блина. И Аня, сложно сейчас. Не забываем животики втягивать. Вдох. Сейчас, собрав все воедино, я покажу вам, как правильно тянуться возле стены. Итак, ладошки чуть выше лица. Колени мягкие. Мягкие. Да, колени мягкие. Мягкие, это значит, вот чуть-чуть мы их сгибаем. Не надо их напрягать себе. Ну, я скоро тренером буду. Делаем глубокий вдох. Дави. Вдох. И с выдохом старайтесь прогнуться в спине. Я не давлю. Это придумываешь. Ой, это же больно. И колени, колени. Чуть мягче. Не забываем дышать. Вот, да, дышать я забываю. Круто. Да. Круто. Мы раньше не делали. Идеальное упражнение для другого отдела. Идеальное упражнение. Не, ну, в одиночку, конечно, сложновато будет делать. Но попросите коллег. Можно попросить сверху сумочку, например, положить. Кирпич. Кирпич. Кирпич на работе, мне кажется, вряд ли. Если у вас есть кошка, положите котлету на спину. Кошка сядет, вы постоите. Масса вариантов. Продолжаем. Продолжаем. Смотрите, до следующего упражнения нам понадобится угол стены. Мы ставим руку на уровне плеча. Упираемся ладошкой в стену. И разворачиваемся корпусом от стены. Это очень важно, да? Очень важно. Правильно. Стопы смотрят вперед. Вперед. Старайтесь довернуть таз. И обязательно плечо опускайте от шеи вниз. Смотрите, и нам важно растянуть от кисти через руку и грудной отдел. И не забываем дышать. Правильно делаю. Осмотрим туда же, куда и смотрят наши стопы. Если получается, то голову можем разворачивать еще дальше за второе плечо. Анечка, давай я сейчас чуть-чуть тебя поправлю. Смотри, локоть у тебя должен быть мягкий. Расслабь чуть-чуть руку. Да. И сразу у тебя автоматически плечо опускается вниз. То есть ты продолжаешь вытягивать от ладошки грудной отдел. Да. То есть рукой упираешься, а корпусом стараешься максимально развернуться от стены. И плечо оттягивай вниз. Как сейчас ощущения? Да у меня горит все. Очень хорошо. Пожар. Еще одно лучшее упражнение для грудного отдела. Ой, мамочки. Не, ну это круто. Вторая рука у нас еще есть. Поехали. Локоть мягкий. Плечо опускайте от шеи вниз. И старайтесь корпусом развернуться от стены. При этом за макушкой вытягивайтесь вверх. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Не забывай дышать. Забываю. Три. И если у вас еще остались силы после нашей легкой зарядки, я предлагаю вам потянуть плечи. Я бы даже сказала не потянуть, а уже расслабить. Расслабить. Берем правую руку за локоть. Обязательно плечо опускайте от шеи вниз. И руку прижимайте как можно ближе к корпусу. И меняем ручки. Не забываем тянуть плечо от шеи вниз. Ир, чувствуешь? Чувствую. Чувствуешь? Блины кто-то готовит. Да. Мне кажется, пора заканчивать зарядку. И пойти подкрепиться. И пойти подкрепиться. Пока-пока. Пока-пока. Раз, два, три, четыре. Ходьбу. Спасибо, Анюта. Ну что же, мы продолжим. Проект «Комфортная городская среда». Акция «Я гражданин» и «Прощание с Масленицей». Вы, наверное, сейчас подумайте, как же все это связано. Дело в том, что во всех этих мероприятиях задействованы представители 5-го лицея города Ставрополя. Они сегодня у нас в гостях. Это заместитель директора по воспитательной работе Ирина Анатольевна Шацкая. Президент лицея номер 5 Александра Абдокова и ученица 9-го Б-класса Маргарита Захарова. Добрый день, дорогие наши гости. Добрый день. Это вы сейчас с уроков отпросились, да, наверное, к нам пришли? Ну что, давайте все по порядку. Сначала начнем комфортная городская среда. Приняли активное участие, да, дети из 5-го лицея. Было представлено 11 проектов. И за каждый проект любой ученик мог проголосовать. Что это за проекты вообще? Ну, вообще, хотелось бы сказать, что наши дети живут в очень интересное время. В нашем лице активно проводятся все мероприятия. И вот один из проектов, приоритетный проект, комфортная городская среда. Вы знаете, наверное, прекрасно слышали об этом проекте. И вот наши учащиеся тоже приняли активное участие в голосовании проекта. То есть предварительно мы рассказали, показали презентации, рассказали об этом проекте. А 11 пунктов этого проекта было, ну, рассказали об этих пунктах. О каждом пункте, да, чтобы вы понятие имели. Чтобы дети имели представление, что можно, как нужно и можно благоустроить наш город, чтобы город был наш красивым, чтобы он был комфортным для проживания. Ну вот самые актуальные пункты это какие были? Ну, например, Александровская площадь перед железнодорожным вокзалом. Благоустройство этой площади. Особенно дорогу там нужно сделать, там такие ямы, мне кажется. Дальше, аллея ветеранов, Тухачевского, улица Тухачевского, спортивный комплекс. Который на перекрестке? Да, на перекрестке который. Потом дворец профсоюзов, молодежная среда. Именно для молодежи, где место, где молодежь могла бы собираться и проводить свои мероприятия. То есть ребята ознакомились, соответственно, в лице была выставлена избирательная урна, были розданы бюллетени. И в определенный день ребята проголосовали. То есть был классный час, дополнительно все еще рассказали по этому проекту. И в одно время ребята проголосовали. И, конечно, свои бюллетени опустили в избирательные урны. Можно я спрошу? Девчонки, голосовали? Да, голосовали. За какой из? Ну, я голосовала за Александровскую площадь. Думаю, она этого достойна. А вы? Я не голосовала за вот этот именно проект. Я голосовала за выбор улицы и за выбор самого главного деятеля нашей страны. Я выбрала Александра Второго. Ну, к этому мы еще вернемся. Да, сейчас о другом проекте. Хорошо. И в итоге, кто победил, кто в лидерах? Можно подвести уже итог? Ну, пока так, конечно, мы не можем говорить, потому что все бюллетени были потом переданы на участок во Дворец детского творчества, где уже проходит именно подсчет голосов всех школ. То есть наша школа приняла активное участие в голосовании за проект «Комфортная городская среда». И наши учащиеся познакомились с этим проектом. Я хотела бы отметить, что активно голосовали еще и родители. То есть тоже можно было? Конечно. Более трехсот учащихся проголосовало за проект. И родители, которые заходили в школу, они тоже могли опускать бюллетени в урны. Ирина Анатольевна, ну вот, к примеру, выиграл определенный участок. Определенный участок набрал самое большое количество голосов. Что дальше? Его потом действительно будут? Ну, мы надеемся. Мы надеемся, потому что, наверное, смысла тогда не было голосовать за этот проект. Мы надеемся и мы уверены, что наш город будет красивым, цветущим, комфортным для проживания. Поэтому мы и голосуем за этот проект. Еще красивее. Еще красивее, да. Хорошо. Давайте перейдем далее. Также у вас сегодня в лицее прошла акция, называется «Я гражданин». Но так как дети еще не могут участвовать в выборах президентов, но зато есть возможность, вы нашли такую альтернативу, да, проголосовать за какого-то исторического деятеля. Да. Давайте, рассказывайте нам. Вообще в Ставропольском крае проходит этот проект, мероприятие этого проекта. Участие могут принимать с 1 по 11 класса учащиеся. Наш лицей, конечно же, принял активное участие в этом. На первом уроке прошли единые классные часы. Ознакомительные, да, можно так сказать? Потому что, мне кажется, не каждый первоклассник знает, что знают старшие классы. Ну, там есть некоторые... Нюансики. Для первых и четвертых классов, точнее с 1 по 4 класс. Начальная школа. Им предстал такой выбор, что нужно было проголосовать за президента сказочной страны. То есть, какие-то герои сказок вот оттуда. Мультфильмы. Да. Вот. Далее с 5 по 11 классы. Мы голосовали за лучшего государственного деятеля. Историческую личность. Спасибо. Помогает. Везде поддержка. Именно за них. А кто в списке исторических личностей и деятелей? Были многие. Были Рюриковичи, Романовы, Александр Первый, Второй, Петр Первый, конечно. Также были деятели 20 века. Ленин, Сталин. Ну, 19-20, точнее. Хрущев, Брежнев, ну и многие другие. А вы за кого отдали свой голос? Петр Первый. Почему? Не знаю. Скорее всего, потому что он построил такой великий город. И вообще был первооткрывателем в Европу. Думаю, поэтому. Ну, я считаю, вообще, в принципе, школу такое интересно проводить, чтобы дети вникали во все это. Да, может быть, кто-то и не знал. Да, но Саша вот забыла сказать, что предварительно в понедельник на стенде школы были вывешены портреты исторических личностей и короткая биография, чтобы ребята познакомились. И вот нам, учителям, было очень приятно, когда дети подходили, читали, знакомились, обсуждали здесь же и даже делали какие-то замечания. То есть о том, что вот кого-то не внесли в список исторических личностей. Всего было представлено 28 личностей. Ну, вот на следующий год по паровочку, да, в 10. Это было, знаете, это было очень приятно видеть, что наши дети читают, развиваются, совершенствуются. Это здорово, действительно. Ну и последнее, я знаю, да, что вы хотели проанонсировать завтрашнее ваше мероприятие. У нас сейчас Масленица идет полным ходом и в вашем лице завтра идет прощание, да, так как в воскресенье вы не можете в школе собраться, в пятницу, да? Как, во сколько, можно ли приходить, рассказывайте. Ну да, конечно, по традиции. Попрошу вот на вторую камеру, хорошо, вот на эту рассказывать? Можно приглашать жителей, если это возможно. Да, я как раз хотела пригласить вас и всю съемочную группу на наш праздник, который будет проходить в пятницу, 16 числа в 11.00. Будет очень много веселья, песен, танцев, разных масленичных вкусностей. В школьном дворе будут проводиться традиционные масленичные игры. И потом, затем, дети пойдут со своими классными руководителями на классный час на чаепитие с блинами. А скажите, а чучело сжигать будете? К сожалению, нет. Нельзя, да, наверное, на территории закладки? Но можно выйти за пределы школы, там же чучело, и потом обратно в праздник. У нас будет всего много интересного, поэтому, конечно, вас приглашаем. Добро пожаловать к нам на праздник. Ну что же, спасибо вам за беседу. Я напомню, у нас в гостях заместитель директора по воспитательной работе Ирина Анатольевна Шацкая, президент лицея номер 5 Александра Абдокова и ученица 9-го Б-класса Маргарита Захарова. Спасибо вам большое, хорошего вам дня. Друзья, ну а мы продолжим полдень. Теперь поговорим немного о необычном транспорте. В Дубае планируют запустить беспилотное воздушное такси с максимальной длительностью полета 30 минут. А в Кёльне прошел зимний чемпионат тоже на очень нестандартном средстве передвижения. На одноколесном велосипеде. В соревнованиях участвовали примерно 150 спортсменов из разных стран. Турнир в этом году отметил 10-й юбилей. О таком экстремальной езде сегодняшний наш полдень в мире. Смотрим. Платформы на полутораметровой высоте, контруклона и перила. Среди таких препятствий надо выполнить всевозможные трюки на одноколесных велосипедах. Международный чемпионат по этому экстремальному виду спорта прошел в Кёльне уже в 10-й раз. Помимо слоуп стайла, в него включены еще три дисциплины. Есть много разных трюков. Вращение моноцикла по кругу, сальто – это надо подпрыгнуть и перевернуть его в вертикальной плоскости. И другие вращения. Есть много вариаций. Трюки можно усложнять и объединять. Даниэль Акерман из Израиля – среди тех, кому удалось успешно сделать сальто с моноциклом. Я очень сосредоточился, ничего вокруг не слышал и все прошло хорошо. Этот трюк Даниэль впервые увидел в интернете и решил тоже научиться. Получаться стало лишь через несколько недель тренировок. Пьер Стюрне и в Швейцарии увлекся трюками на моноцикле 11 лет назад. Выступает на чемпионате уже пятый год. В этот раз занял третье место в слоуп стайле и вторые места в триале, флэтленде и прыжках в высоту. Мне очень нравится триал, но я люблю и флэтленд. Во время дождя не позанимаешься триалом, поэтому я отдаю предпочтение флэтленду. Но я катаюсь и по улице просто так, для удовольствия. В этом году на чемпионат приехали 150 спортсменов из Европы и Северной и Южной Америки. С каждым турниром меняются правила и повышаются требования. Но и мастерство велосипедистов тоже улучшается. Они постоянно придумывают и отрабатывают новые трюки. В каких российских регионах удобнее и комфортнее жить? Это почитали эксперты российского информагентства «Рейтинг». Специалисты изучили 72 различных показателя, включая климат, экологию, инфраструктуру, уровень доходов населения, развитие социальной сферы. И вот что получилось. В списке лидеров без неожиданности первое, второе и третье место у Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. На четвертой строчке республика Татарстан. Ставропольский край при этом продолжает удерживать высокие позиции. По итогам 2017 года наш регион на 22 месте рейтинга. Наши соседями с разницей в 1-2 балла стали, например, Башкортостан, Самарская и Ростовская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Кстати, на последней строчке республика Тыва. А вторыми и третьими с конца идут Ингушетия и Карачаево-Черкесия. А вот, кстати, в КЧР привезли зеркало для самого большого в Европе телескопа. Не знаю, повлияет ли это событие хоть как-то на поднятие рейтинга, но новость интересная. В поселке Буково, Карачаево-Черкесии специальную астрофизическую обсерваторию РАН доставили гигантское зеркало для самого большого в Европе телескопа. Говорят, что новое оборудование позволит астрофизикам заглянуть в прошлое на 13 миллиардов лет. А сможет ли наш экономический обозреватель заглянуть в такое прошлое? Илья Захаров сейчас нам расскажет. 13 миллиардов лет. Вот же как было. Ты знаешь, примерно в этот период я пришел работать на телевидении. Так что если ученые Карачаево-Черкесии хотят что-то узнать об этой эпохе, пусть спросят у меня. Ну а сейчас новости экономики с настоящим. Да, да. Но перед тем, как я к ним перейду, я хотел бы к тебе обратиться с вопросом. Ты не могла бы мне одолжить до аванса 2000 рублей? Ну хорошо, да, конечно. На карточку привезти? Да, будет здорово. К телефону привязано? Да, спасибо. Хорошо, все сделаем. А вот если бы Аня мне отказала, мне пришлось бы обратиться в микрофинансовую организацию. А там не так все хорошо, как может показаться. Об этом новости экономики. Процент ниже, заем меньше. Центробанк наводит порядок на микрофинансовом рынке страны. Полис ОСАГО может подорожать, но не до всех. Изучаем предложения ГИБДД и страховщиков. В Грозном возведут первый в СКФО «Небоскреб». Кто оплатит строительство 102 этажей? Центробанк продолжает наводить порядок на рынке микрофинансовой деятельности. В планах сначала установить ограничение ежедневной процентной ставки на уровне 1,5% в день, а с 1 июля 2019 года снизить ее до 1%. Об этом сообщил директор департамента микрофинансового рынка Илья Кочетков. Кроме того, в планы Центробанка входит закрепить в законе о потребкредите схожий с займом до зарплаты продукт без обеспечения. Он будет выдаваться максимум на сумму до 10 тысяч рублей и максимум на 15 дней с запретом на пролонгацию и увеличение суммы долга. При этом максимальная сумма в виде штрафов и пений, которую МФО сможет потребовать по такому займу, не превысит 3 тысяч рублей. ОСАГО для злостных нарушителей может подорожать. МВД поддержало введение повышающего коэффициента полиса ОСАГО для нарушителей правил дорожного движения, но с некоторыми оговорками. Теперь Министерство финансов доработает свой законопроект с учетом всех правок. Напомним, что о введении коэффициента, который повысит стоимость полиса для злостных нарушителей ПДД, говорилось довольно давно. Изначально его введение предлагали в госавтоинспекции. Страховщики идею поддержали. Они предлагают ввести увеличивающий коэффициент и начислять его по количеству совершенных правонарушений в течение года. Так, по их подсчетам, выходило, что для тех, кто совершил от 5 до 9 нарушений за год, стоимость полиса увеличивается с коэффициентом 1,86. Далее увеличивается коэффициент, он прямо пропорционален количеству правонарушений. Максимальный коэффициент 3, до тех, у кого более 35 нарушений ПДД за год. Если новая версия закона всех устроит, то рассматривать его предстоит депутатам Госдумы. Пособия на первого и второго ребенка, введенные с этого года, освободят от налога на доходы физических лиц. Законопроект. Об этом одобрила комиссия по законопроектной деятельности. В ближайшее время он будет внесен в Госдуму. Документ разработан для того, чтобы усилить материальную поддержку семей с детьми, говорится в пояснительных документах к нему. Ведь пособия семьям – это выплаты, которые носят социальный характер. Напомню, с этого года семьи с доходами меньше полутора прожиточных минимумов могут получать пособия на первого и второго ребенка в размере прожиточного минимума ребенка. За счет этих пособий в налоговом кодексе и будет расширен перечень доходов, не облагаемых НДФЛ. Власти Чеченской Республики намерены привлечь инвесторов для строительства Ахмат-Тауэр – 102-этажного небоскреба в центре Грозного. Согласно договору, разглашать имена инвесторов, участвующих в строительстве Ахмат-Тауэр, нельзя. Тем не менее, в правительстве региона заверили, что бюджетные деньги при строительстве не используются. Уникальность проекта заключается в географическом расположении комплекса. Это будет первый в Европе небоскреб, построенный в зоне высокой сейсмической активности. Благодаря специально разработанным конструктивным решениям, сейсмическая устойчивость небоскреба не имеет аналогов в мире. Сейчас строители заканчивают заливку бетона под фундамент. По плану в Ахмат-Тауэр разместятся офисы, пятизвездочная гостиница, зимний сад, рестораны, музейно-выставочные и спа-комплексы, фитнес-центры, банкетные залы и залы для конференций. В Сочи сегодня открыл двери российский инвестиционный форум. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Мероприятие это ежегодное. Вот некоторые итоги форума 2017 года. Более 4,5 тысяч участников из 31 страны. На 41 деловом мероприятии форума выступило 430 спикеров и модераторов. Заключено 377 соглашений на сумму 490 миллиардов рублей. И вот первые итоги уже этого, 2018 года. На площадке российского инвестиционного форума Сочи 2018 заключено соглашение между правительствами Ставропольского края, Карачаево-Черкесской республики, Тульской области и ООО «Национальный аэрозольный кластер» о создании промышленного кластера. Подписи под документом поставили губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, губернатор Тульской области, глава КЧР, а также президент акционерного общества «Орнест». Документ стал дополнением к соглашению, заключенному в 2016 году. Напомним, тогда было закреплено решение о создании на территории Ставрополья и КЧР первого в России национального аэрозольного кластера. Он специализируется на производстве аэрозольной продукции, а также алюминиевых храндолей и клише для баллонов. На форуме сейчас работает съемочная группа своего ТВ о самых важных событиях форума. Мы расскажем в вечерних новостях. Не пропустите информационную программу «День» в 19.30. Ну и, конечно, информация о курсе основных иностранных валют. Это все, что мне есть рассказать об экономике. Илья, скажи, пожалуйста, вот Марина сейчас в Сочи находится, да, наш еще один? Моя коллега, экономический обозреватель. Скучаюсь. Я пойду поплачу в сторонке. Спасибо большое. Совсем скоро Марина вернется, так что и вы не скучайте, друзья. На следующей неделе она будет рассказывать о новостях экономики. Спасибо большое, Илья. Пожалуйста. Ну что же, мы продолжим. Совсем скоро на нашем канале свежие новости и интересные факты будут не только о работе полицейских. Вот, к примеру, как в полдне сотрудники рассказывают последние оперативные сводки, или как в программе Держинского 102. Мы будем рассказывать и о работе судебной системы. Обратная и малоизвестная сторона труда человека в мансии. В подробностях поясним, что делать и куда обращаться по всем вопросам, связанным с судебным процессом. Поговорим даже о том, в чем нужно приходить во Дворец правосудия, и все это будет изучать. Потом снимать. Далее писать сценарий и монтировать. Моя коллега Ирина Ивановская. Она сейчас нам и расскажет о новом проекте «Дело номер». Ириш, проходи, пожалуйста. Привет еще раз. Здравствуй, Аня. Здравствуйте, телезрители. Проект «Дело номер». Что это такое? Проанонсируй нам, хорошо? Ну, на самом деле, когда люди говорят «суд», что они имеют в виду? Это здание, это судья. Суровое здание. Это судья, ну и, собственно говоря, и какая-то процедура, о которой мало кто знает из тех людей, кто там не участвовал. Мы же будем... Проект познавательный, поэтому будем рассказывать, что делать человеку, если дело дошло до суда. Как написать исковое заявление, куда с ним пойти, даже в чем нужно пойти. В чем тебе, к примеру, нужно будет идти? В чем любому человеку, который участвует в заседании, приходит суд, к чему ему можно идти? Обычная майка и джинсы не подойдут, да, либо рубашечка с джинсиками. Почему не стоит идти в шлепанцах, скажем так? Расскажем также о том, что такое судейский корпус в целом, и даже немножко истории, например, кто убил Мартынова и где все это... Кого убил Мартынов и почему все это происходило на Старопольском крае, именно я имею в виду суд. Ирия, вот смотри, я сразу вспоминаю нашу коллегу Алису Вартазарян, она ведет программу вывода следствия. Ну вот она, мне кажется, максимально погружена в эту тему, потому что если у нее что-то спросишь, О, Алиса, что у тебя сегодня в выпуске? У нее сразу закрываются глаза, и она так эмоционально это все рассказывает. Тебе это интересно будет? Ну то есть это твоя такая сфера? Мне кажется, да, потому что на самом деле суд это дело, скажем так, достаточно закрытое. Мало кто кому удается пообщаться с самими судьями, вот так вот, как стоим мы с тобой сейчас, разве что на суде там процессе. Да, будет. Да. Вот. Ну и, соответственно, рассказать людям о том, что же на самом деле происходит за стенами самого здания, заседания. Здравствуйте. Почему? Мне прям интересно стало. Вам я расскажу об этом чуть-чуть позже, в 19.15. В принципе, будем мы с вами делиться этими подробностями каждый четверг. А еще скажу, так приоткрою зависту тайны, что у нас будет помощник, это практикующий адвокат. Так что вопросы об этом узнаем тоже чуть позже, пока не буду никаких особых секретов. А он будет просто давать советы, правильно, какие-то? Да, мы будем разбирать ситуации, различные юридические коллизии, практики и вопросы, которые интересуют всех телезрителей и просто жителей края. Скажи, а ты сама бы смогла в судебной системе работать? Наверное, нет. У меня все-таки не будет той самой беспристрастности, которая так важна для работников суда, для судей. Ну а как же вот все эти добренькие сюжеты, яркие ярмарки, какие-то мероприятия, все теперь? На этом крест? Ну почему же? Крест, я думаю, что и дальше также будем освещать каждую сферу жизни Старопольского края. Ну что ж, Ириш, спасибо. Обязательно посмотрим сегодня новый выпуск. Я думаю, подойду к монтажерам и заранее посмотрю. Я напомню, у нас в гостях автор программы «Дело номер» моя коллега Ирина Ивановская. Спасибо большое. Спасибо. Ну а мы продолжим. Сегодня около трех часов ночи загорелся торговый центр «Вершина Плаза» в Пятигорске. Площадь пожара была порядка 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. А что еще за последние сутки произошло в регионе, расскажет моя соведущая в погонах Светлана Сухорукова. Добрый день. За минувшие сутки в полицию региона поступило более 1200 сообщений о преступлениях и происшествиях. Присущено более 300 административных правонарушений. Свыше 200 граждан привлечены к ответственности за нарушения общественного порядка и безопасности. На дорогах края зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 8 человек получили травмы различной степени тяжести. За прошедшие сутки сотрудниками органов внутренних дел установлено местонахождение четверых подозреваемых в совершении преступлений, скрывшихся от органов предварительного следствия. Кроме того, сотрудниками полиции раскрыто 8 преступлений в экономической сфере и 14 преступлений, связанных с хищением чужого имущества. Так, в Степновском районе сотрудниками полиции установлены подозреваемые в краже имущества. В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже обратился предприниматель. Полицейским мужчина пояснил, что неизвестные похитили принадлежащее ему имущество. Участковые полномоченные полиции установили личности и местонахождение злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей. Оба ранее неоднократно судимы за совершение аналогичных преступлений. Подозреваемых доставили в отдел внутренних дел, где они дали признательные показания, пояснив, что похищенные обменяли на алкогольные напитки. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за кражу. А в Новоалександровском городском округе задержан студент, подозреваемый в краже тренажера. В отдел полиции с заявлением о краже обратился представитель одного из образовательных учреждений. По словам гражданина, неизвестный злоумышленник проник на территорию физкультурного комплекса учебного заведения, откуда похитил спортивный тренажер стоимостью 40 тысяч рублей. Участковые полномоченные полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 19-летний студент техникума. Также выяснилось, что молодой человек продал тренажер третьему лицу. В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено по принадлежности. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Уважаемые граждане, краевая полиция напоминает, если вы стали очевидцем преступления, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного телефона. Соблюдайте законы и берегите себя. На этом у меня все. Передаю слово в студию программы «Полдень». Спасибо, Светлана. Ну что же, а мы напомним, что теперь вы, наши дорогие телезрители, выбираете, какой фильм посмотреть в воскресенье вечером на своем ТВ. Итоги будем подводить каждую пятницу. С 18 февраля по 18 марта мы покажем вам то, что вы выберете сами. Итак, голосуем. Для вас два фильма на выбор. Первый – это «Письма к Джульетте». И второй фильм – это «Легкое поведение». Продолжайте следить за нашим эфиром. На экране будут появляться номера телефонов, по которым вы можете позвонить и проголосовать за тот или иной фильм. Ну что же, фильмы мы будем смотреть в воскресенье, а вот в следующей части полдня мы узнаем. В гостях у нас шестикратные абсолютные чемпионки Ставропольского края по чирспорту и чирлидингу. И какие общественные территории в Михайловске горожане хотели бы благоустроить. Так что не переключайтесь. Вы устали болеть и хотите знать о своем организме больше? Вы хотите укрепить иммунитет и защититься от сезонных простуд? Вы хотите предупредить болезни, но не знаете как? Мы вам подскажем. Еженедельный цикл мини-лекций о здоровье в рубрике «За здоровье» в информационной программе «Полдень» по четвергам в 12.00. Включайтесь. Самое важное. Выбери место, выбери дом, выбери стиль жизни, выбери одежду, выбери работу, выбери еду, выбери книгу, выбери музыку, выбери настроение, выбери увлечение. Выбери кино. Что, не можешь от телека оторваться? Каждый день в программе «Полдень» голосуй за тот фильм, который хочешь увидеть в воскресенье в 21.00. Итоги будем подводить каждую пятницу. С 18 февраля по 18 марта свое ТВ покажет то, что выберешь ты. Сделай свой выбор. Как обеспечивается контроль за проведением голосования? Наблюдатель в день выборов находится в помещении для голосования и следит за правильностью действий участковой комиссии. 18 марта на выборах будут работать наблюдатели и от общественной палаты вашего региона. Наблюдатель не мешает работе избирательной комиссии и не имеет права оказывать влияние на выборы избирателя. Но грамотный наблюдатель, помощник участковой комиссии и еще одна гарантия защиты вашего голоса от неправомерных действий. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Ставку курортного сбора в Ставропольском крае заморозят на 5 лет. Власти региона приняли решение сохранить размер курортного сбора на уровне 50 рублей до 31 декабря 2022 года. А другие новости региона нам сейчас расскажет Сергей Надеян. Сергей, а скажи, пожалуйста, вот если бы у тебя была такая возможность... Появился, привет. Если бы у тебя была такая возможность распорядиться вот этой финансовой суммой, всей суммой, которая собрана с помощью курортного сбора, к примеру, в Пятигорске, вот ты бы на что потратил? Бро, я, если честно, не очень знаком с Пятигорском. Ну, наверное, Пятигорский парк. Когда я его видел в прошлый раз, я думаю, что туда можно было бы чуть-чуть денежек вложить. Но сейчас о других новостях, в том числе и с Пятигорска. В Пятигорске этой ночью горел крупный торговый центр. Как рассказывают очевидцы, к зданию вершины Плаза прибыли шесть пожарных машин, два автомобиля полиции и карета скорой. Причиной возгорания стало короткое замыкание в рекламной конструкции, сообщили в Савропольском МЧС. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В Михайловске определили победителей народного голосования по программе формирования современной городской среды. Теперь профессиональные архитекторы приступят к созданию дизайн-проектов. Ознакомиться с ними можно будет уже 1 марта на сайте местной администрации. После этого начнутся общественные обсуждения. Какие территории местные жители хотят видеть уютными и благоустроенными, расскажем в сюжете. В первые дни 2018 года в Михайловске были торжественно открыты пункты сбора мнений горожан о наиболее важных для них общественных территориях. Более месяца жители вносили свои предложения о том, как благоустроить родной Михайловск, куда необходимо в первую очередь направить заботливое внимание. В Михайловске очень много общественных территорий, которые требуют либо ремонта, либо усиленного благоустройства. Безусловно, очень много их. Но опять-таки, сейчас я знаю, что прошло предварительное голосование. Там выиграли парк, пешеходная зона, улица Ленина от Войкова до Фрунзе. И на третьем месте Вечный огонь у нас. Я думаю, что, безусловно, все покажет рейтинговое голосование 18 марта по городской среде. И там уже действительно наши горожане выберут именно из этих трех мест именно то место, которое мы будем делать в 2018 году. 9 февраля сбор мнений завершился. За это время поступило более 15 тысяч предложений по развитию городской среды. Комиссия по проведению общественного обсуждения проекта определила территории, набравшие наибольшее количество голосов. Среди них мемориальный комплекс «Огонь вечной славы». Место, имеющее особое значение для каждого горожанина. Второе место в рейтинге голосов занимает благоустройство пешеходной зоны на улице Ленина от улицы Войкова до Фрунзе. Более 4 тысяч горожан высказали свои пожелания, в которых обозначили необходимость оборудования мест отдыха на этом участке. Лидерство же данного этапа народного голосования более 5,5 тысяч голосов за парковой зоной города. Нина Александровна Румянцева также разделяет мнение о том, что городу нужен парк. Он есть у нас, но, к сожалению, нужно многое доработать в этом парке. Я считаю, что в городе должен быть красивый парк с разными развлечениями, с разными тренажерами. И, конечно же, замечательными кафе, где могут отдохнуть и приятно провести время. Жители разных возрастов нашего замечательного, самого лучшего в мире города – Михайловска. 18 марта жители примут окончательное решение, какие из городских территорий обретут ухоженный вид и обеспечат условия комфортного проживания в любимом городе. 18 марта главные выборы страны. Традиционно важный элемент предвыборной кампании, тем более такого высокого уровня, это работа с обращениями и пожеланиями избирателей. Их анализируют, учитывают при составлении программ кандидатов. Встречи проводятся в штабах выездных приемных. Действуют специальные горячие линии и интернет-проекты. Интерес к президентской кампании высок, считают в Ставропольском региональном отделении КПРФ. Об этом говорит и количество обращений от жителей края. Их по специальному календарному плану принимают в 33 местных отделениях. Партия выдвинула кандидатам в президенты Павла Грудинина. Обратную связь организовали и через специальные горячие линии. Работает контактный центр. В нашем штабе работает контактный центр. Его телефоны известны. Более того, есть колл-центр кандидата. И из какого бы региона России не поступили вопросы по Ставрополю, допустим, люди пожелания какие-то. Мы работаем непосредственно с людьми, обратившимися на контактные линии общественные приемные. Если в большинстве штабов тематика пожеланий самая разнообразная, а лидируют в основном вопросы ЖКХ и социальные темы, то в штабе кандидатов президента России Бориса Титова большинство обращений от предпринимателей. Для работы с ними привлекают профессиональных экспертов. Те обращения, которые поступают в штаб, предвыборный штаб кандидата Титова, они требуют именно привлечения профессионалов, то есть профессионально подготовленных экспертов. Почему? Потому что в своем большинстве это обращения связаны преимущественно предпринимателей, потому что мы сами знаем, что Титова Борисовича полномочная по защите правопредпринимателей, они связаны как раз с проблематикой бизнеса. А в Ставропольском региональном отделении партии «Яблоко» прием граждан ведут не только на личных встречах. Поступают телефонные звонки, сообщения через социальные сети и мессенджеры. За ними вообще будущее, считает руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Валерий Ледовской. Также в региональном отделении надеются, что во время предвыборной кампании в Край приедет кандидат от партии Григорий Явлинский и проведет личные встречи. У нас приемная работает не только в предвыборный период, а вообще круглогодично. В любой рабочий день можно к нам прийти, люди приходят, говорят о своих каких-то проблемах, через соцсети сообщают, в том числе у нас есть группы в соцсетях. При необходимости мы даже выезжаем из Ставрополя, ездим по краю, если проблема не городская, не ставропольская. А в штабе Владимира Путина в Ставрополе накануне получили сотые обращения от граждан. Также обсудили медицинские вопросы. На прием к доверенному лицу президента, главврачу городской клинической больницы скорой медицинской помощи Андрею Пучкову, пришли его коллеги из ассоциации врачи Ставропольского края. Среди предложений звучало ужесточение ответственности для водителей, которые преднамеренно не пропускают карету скорой помощи, принудительное лечение больных, которые представляют опасность для окружающих, страхование врачебных рисков. Также говорили о необходимости обязать застройщиков обеспечить возводимые микрорайоны новыми медучреждениями. Пример нашего юго-западного района известен. Это хорошо сейчас открывается поликлиника, но это была большая проблема, которая на сегодняшний день, надеемся, что в ближайшее время будет решена. Все эти вопросы мы передадим в Центральный штаб. Надеемся, что уже рассмотрение, ну и работы с этими обращениями граждан. Анна Поляруш, Павел Яндовицкий, Александр Колодко и Николай Попов. Ставропольское телевидение. История успеха от первого лица для Ставропольской молодежи. Сегодня в Северокавказском федеральном университете прошел диалог на равных. Это новый проект Федерального агентства по делам молодежи. Живое общение в формате дискуссий между известными людьми, добившимися успеха в той или иной сфере и молодежью. В направлении бесед множество. Среди них молодежь, глобализация вызова времени, лидерство, предпринимательство, экономика. Участники встреч, студенты и школьники со всего края. Всего около 200 человек. На этот раз гостем дискуссионной площадки стал начальник управления молодежной политики аппарата правительства Ставропольского края Егор Басович. Он рассказал о работе социальных лифтов в стране на примере двух важных проектов. Регионального «Новая энергия» и федерального «Лидеры России». Также участники обсудили направление молодежной политики в регионе и другие важные для молодежи вопросы. В первую очередь, знакомство молодежи с новой изменившейся структурой молодежной политики у нас в регионе. И узнать, какие же вопросы наиболее интересны для молодежи, для того, чтобы в дальнейшем развиваться уже именно в этой отрасли. Самое главное, что у них есть желание. У них есть желание послушать тех людей, которые в жизни так или иначе чего-то добились, так или иначе готовы делать что-то для нашей страны. А, соответственно, им это не все равно, они тянутся к этому. Вот дать им какие-то толчки, дать им какие-то маркеры для того, чтобы они уже в дальнейшем строили себя как профессионал. Ну и как личность, конечно, это тоже важно. Вот в этом основная ценность мероприятия. Это все, о чем я успела рассказать в отведенное мне время. И у меня вопрос с Аней Кривецкой. Ань, а вот если бы у тебя была возможность пообщаться с человеком, который многого добился, со звездой, ну вот Егор Басович уже занят, кого бы ты выбрала? Со звездой? Слушайте, ну я бы, наверное, выбрала... Ну ладно, меня называй уже все и не висит. Нет, нет, подожди, мне нужно понять, кого бы я выбрала. Я бы, наверное, пообщалась с кем-нибудь, кто сейчас в Олимпийских играх, в лидирующих позициях. Ну, интересно же, следим всем. Спасибо большое. Сергей, что же, а мы продолжим. Британки, идущие под венец, теперь могут нанять подружку невесты под прикрытием, чтобы она тайно следила за тем, что свадьба идет по плану. Это работа Тиффани Райт. Ну, хорошая такая работа, зная, какие сейчас трепетные невесты бывают. Такой свадебный агент не помешает, это полдень в мире. Смотрим. Тиффани Райт часами меряет свадебное платье, чтобы подобрать идеальные образы, выглядеть великолепно во время знаменательного события. Но на самом деле она уже замужем, а это просто ее работа в качестве подружки невесты под прикрытием. Британка, которая ее наняла, выходит замуж в Лондоне, но живет в США. Поэтому она хочет, чтобы Тиффани нашла для нее и платье, и место для церемонии. Райт называет себя профессиональной подружкой невесты. Она не только занимается подготовкой свадеб, но может стать одной из подружек и делать вид, что знает невесту много лет. На самом деле ее задача – обеспечить, чтобы все шло по плану. Когда я выходила замуж, у меня было шесть подружек невесты. Но на самом деле в день свадьбы я поняла, что не могу просить их делать всю скучную и грязную работу. Я подумала, а что, если был бы такой профессионал, которому можно заплатить за выполнение роли подружки невесты? Тогда его можно попросить сделать все, что необходимо. Тиффани говорит, что ей нужно быть очень многозадачной, не только следить за ходом всего мероприятия, но порой и выполнять роль личного психотерапевта. Я проверяю, чтобы у каждого была своя задача. Например, кто-то должен просто оказывать эмоциональную поддержку невесте. Если невеста плачет, должен быть друг, который за ней присмотрит. Тиффани также решила дать советы Меган Маркл в преддверии ее свадьбы с принцем Гарри. Ваша речь должна быть не короче пяти минут, но не длиннее десяти. Важно посмотреть вокруг и понять, что это ваша свадьба. Наслаждайтесь каждой ее минутой. Но владельцы свадебных салонов уже гадают, какое же платье выберет себе американская невеста принца. Это будет что-то очень современное, простого кроя. Думаю, вероятно, с высокой горловиной и рукавами. Но думаю, что крой будет простым и изящным. Впрочем, чтобы не надела Меган Маркл, это должно стать новым свадебным трендом. Узами брака американской актрисы и британский принц сочетаются 19 мая этого года. Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, это шестикратные абсолютные чемпионки Ставропольского края по чирспорту и чирлидингу. И учатся девчонки в Аграрном университете. Чемпионат прошел недавно в спортивном комплексе «Русь». Команда Ставропольского государственного Аграрного университета «Вектор» выступила сразу в нескольких дисциплинах. А вот в каких мы сейчас у вас узнаем, спешу представить. Вероника Серикова, Виктория Савенкова и Виктория Русина. Привет-привет еще раз, девчоночки. Я сейчас вам вручу микрофоны, чтобы вас было слышно. Держите. Сразу вопрос. Из чего сделано? Специальный материал. Мне кажется, это пакет вот такой, знаете, который... Пакет. Нет, не пакет. Ну, рассказывайте о чемпионате в шестой раз, да, как получается участвовать. Микрофоны работают, можете не переживать, да. В шестой раз в чемпионате участвуйте. Что это за чемпионат? Как к нему готовились? Ну, готовились мы довольно долго. Показывали нашу недавнюю программу. Мы ее составили в начале осени. Выступали с этой программой на чемпионате Северо-Кавказского Федерального округа, на турнире Вальс Победы и вот на чемпионате Ставропольского края на прошедших выходных. А вот, ну, вот чемпионат Ставропольского края есть? Выиграли первые. Что дальше теперь? На Россию? Ну, пока что нет. Чемпионат России будет несколько позже, к нему мы тоже будем стараться готовиться, чтобы достойно представить наш край. Однажды мы уже ездили, заняли шестое место на чемпионате России, выступали с двойкой по фристайлу и по джазу. Это дисциплины в рамках нашего вида спорта. Ну, вот я сейчас скажу, можете меня потом поправить. Мне кажется, что сейчас в Ставрополе, да и вообще по краю чир-спорт не особо развит. Но вот он только-только начинает оборот. Так это? Вот вы как девчонки, которые варятся в этой сфере мне, расскажите. То есть много таких, как вы? Ну, наша федерация, вообще этот вид спорта в Ставропольском крае появился в 2015 году и довольно-таки быстро набирает обороты. То есть вид спорта становится довольно популярным. В федеральных вузах есть команды, в Северо-Кавказском федеральном университете есть сборная, в нашем Ставропольском государственном аграрном университете есть сборная. Мы выступаем, соревнуемся. Вы, наверное, главная, да, девчонкам не даете слово, мне кажется? Девчонки, как давно вообще занимаетесь чир-спортом? Ну, с первого курса, это с 2016 года. Ну, то есть два года? Да. Два года и второй раз на чемпионате? Нет. Первый раз. А вы у нас Русина, правильно? Да. Виктория Русина, да. А вы? Ну, я занимаюсь уже три года, вот как поступила на первый курс. С Вероникой и выступаем мы и в двойках, и в команде. Вот это наша с ней двойка, наш тандем. Ну, у вас вообще команда больше же была, правильно? Да, конечно, конечно. Сколько человек в команде? У нас в команде 10 человек, но сейчас по новым правилам в команде должно быть не менее 16-18 человек, поэтому мы ждем, приглашаем студентов нашего вуза в нашу команду. Ждем, приглашаем. Вот на чемпионате Ставропольского края были ли какие-то критерии, там нужно выполнить такие-то, такие-то, потом то-то, то-то, то-то обязательно. Вот из чего состоит чир-спорт, из каких таких критерий, расскажите? Ну, критерии, несомненно, есть, нас оценивают судьи, должны выполняться определенный набор элементов, также... Ну, так, к примеру, какие? Прыжки, очень четко должны быть поставлены руки, повороты. Обычные прыжки, либо там разножки какие-то, может быть? И, да, не просто прыжки, а, ну, они имеют свои названия, да. Чир-прыжки. Специальные чир-прыжки, они обычно формируются из трех и четырех подряд прыжков различной формы. То есть с одного места, да, одна? Да, с одного места, это может быть разножка, шпагат, олень, кольцо, в общем, что угодно, любые прыжки вместе. Хорошо, прыжки. А покажете нам, какие прыжки, к примеру? Прыжок номер один, да? Вместе. Давайте, хорошо. Отлично, спасибо большое. Хорошо, прыжки есть, а какие еще критерии? Повороты являются немаловажной частью, также за них судьи добавляют баллы. Например, мы используем все в команде. Еще при этом улыбаться нужно. Эмоциональная составляющая играет очень много в каждом выступлении, за это тоже ставят дополнительные баллы. Ну вот скажите, пожалуйста, девчонки шесть раз становились чемпионами. Да, еще вперед. Желаю вам дальнейших только-только побед. Ну а тем не менее, команда менялась за это время? Вот девушка только вообще второй год, да, получается, занимается. Как команда менялась? Как собирается команда? По каким тоже оценкам и критериям? Ну, изначально у нас была в университете сборная по фитнес-аэробике. Это была... Все хотели похудеть, да, походу? Ну... Пришли к чирлидингу. Ну, скажем так, мы выступали в рамках спортивной аэробики, аэробики тоже на различном уровне, занимали призовые места, были победителями краевых турниров. Но со временем, когда появилась федерация чирспорта и чирлидингов в Ставропольском крае, нас пригласили на мастер-класс, вообще посмотреть, узнать, что это такое за вид спорта. И мы с удовольствием, часть команды пошли на этот семинар. Посмотрели, отучились и решили, что это очень интересно. И впоследствии наш тренер на тот момент собрала сборную по чирспорту. Мы начали выступать, там были представительницы различных факультетов, различных курсов. Ну, впоследствии, конечно, девочки выпускались, сменялись лидеры, сменялись фавориты, сменялись вообще члены команды. Ну, на данный момент у нас в команде 10 человек. Есть и 4-й курс, и 3-й, и 2-й, и 1-й, магистранты есть с различных факультетов. Мы все вместе отстаиваем честь нашего вуза. А вы тренировки в вузе проходите? Там какая-то специальная есть? Да, да. У нас есть зал фитнес-аэробики, мы в нем занимаемся. Как вообще тренировки проходят? То есть это постоянно прыгаете? Что делаете? Ну, мы тренируемся часто, особенно перед соревнованиями, собираемся каждый день. Мы прогоняем нашу программу, отрабатываем все, вплоть до мелочей. Руки, ноги, все. Ну, на самом деле физическая подготовка должна быть такая хорошая. Конечно, у нас все начинается с разминки, с подкачки, с растяжки, и затем мы переходим уже непосредственно к повторению нашей программы. Ну да, я заметила, на шпагатах все сидите. Или к вам там отбор, да? Только тот, кто садится на шпагат, может пройти в команду. Мы берем желающих. Мы берем желающих и сажаем потом на шпагаты. Сами, да? Да, да, занимаемся. Ну вот скажите, пожалуйста, ваши эмоции какие? Вот вы впервые, да, стали чемпионочкой. Какие эмоции, что, да, вот, первая победа, медалькиш, наверное, тоже есть. Да, есть. Ну, я даже не знаю. Хочется больше. Вы, я не пойму, вы ее на тренировках загоняли? Да. Больше всех тренируюсь. Очень часто проходят тренировки? Два раза в неделю. Это стабильно. А, как Вика сказала, перед соревнованиями занимаемся каждый день по несколько часов. Когда соревнования крупные, то и два раза в день. Такое бывает утром-вечером, утром-вечером. А давайте вот немножечко расскажите о конкуренции, да, которая была на чемпионате Ставрополя. Там по категориям, ну, естественно, малыши, юноши, взрослые, да? Да, 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 конечно. Есть несколько категорий. Есть категория взрослые, это от 18 лет. Есть юноши, 16-18 лет, дети от 8 лет. Есть категория бэби, там вообще маленькие девочки, мальчики соревнуются по 3 годика. Это такие самые милые выступления, самые интересные всегда. Ну, здорово, конечно. Конкуренция, конечно, есть. Ну, у вашей категории сколько было у соперников, команд? На вскидку сказать сейчас точно не могу. Это был финал, но участвует всегда довольно большое количество участников, человек. Всегда разные команды к нам приезжают из соседних регионов, Ростовская область, Краснодарский край, город Нинамыск часто приезжает к нам на соревнования. И у каждой команды есть свои какие-то, скажем так, фишечки, которыми они выделяются. Какая же у вас фишечка? Ну, у нас, наверное, больше идет на сложность. На технику, да? На технику и на сложные элементы. Мы стараемся поставить и поддержки, и элементы, скажем так, дорогостоящие, и отрабатываем их. А вот скажите, пожалуйста, мне всегда было интересно, вот не падают, либо как-то вы крепите их на руки, вот эти помпушечки? Как они вообще называются правильно? Пипедастры. Пипедастры? Да. Пипедастры ваши не падают ли вы бы, вы их держите? Просто держим в руках. Если он падает, это, конечно, снимают баллы, и тоже с ними определенные правила обращения во время выступления. Нельзя вот хватать их за кончики. Можно попробовать? Конечно. А, тут два, да? Да, сейчас, подождите. А, вот так вот. Вот так вот. А, они как гантелечки, да? Да, 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 это гантелеобразные. А вот приходилось там выступать на каких-то спортивных мероприятиях, на стадионе, вот мне кажется, черлидерша вот с этим первым делом ассоциируется, а уже потом соревнования и так далее. Да, один раз мы сталкивались с таким. Мы выступали у нас в институте, проходил чемпионат по баскетболу, да, и мы в перерывах выступали со своими номерами для зрителей. Ой, ну это, наверное, особая атмосфера и совсем другие эмоции. Да, конечно. На соревнованиях это одно, а выступление на публику, скажем так, вне конкуренции, это абсолютно другое. Там и ощущения другие, и программы у нас другие. Я, конечно, вот еще вопрос. Я, конечно, понимаю, что, да, у нас студия для этого не предназначена, но, тем не менее, вот черлидерши зачастую делают очень такие красивые различные поддержки, да. И там сначала одни становятся, потом вторые, еще и третьи сверху. У вас тоже такие поддержки есть? Да, конечно. Конечно. Ну, у нас в поддержках задействовано всегда много человек. И бывало такое вот, что кто-нибудь там с высоты, как упал? Бывало. Походу, ты, да? Ну, на тренировках, конечно, без этого никак не обходится, без каких-то, скажем так, сложных, неприятных моментов, но на то они и тренировки, чтобы все отрабатывать. А на выступлениях не было. Ой, ну что ж, девчонки, спасибо вам большое, что пришли. Держи свои... Как? Пипидастры. Пипидастры. Держи свои пипидастры. Я желаю вам только удачи, друзья. Я напомню, у нас представители команды «Вектор». Это Вероника Серикова, Виктория Савенкова и Виктория Русина. Спасибо вам большое. Команде большой привет. Вам только удачи. Спасибо, Анна. Ну, а мы продолжим. «Россияне» назвали лучшие фильмы о любви. Первое место в списке лучших мелодрам заняла лента «Форест Гамп». На второй строчке расположился «Титаник» и замыкает тройку лидеров «Москва слезам не верит». Ну, третий вариант. Я бы с удовольствием сейчас пересмотрела. А вот что сейчас идет в кино или в театрах, куда сходить, на что посмотреть и чем интересным заняться, расскажем в афише. Ставропольский театр драмы приглашает этим вечером на спектакль «Соколы и вороны». Герои постановки живут в романтической атмосфере ярких чувств, захватывающих их со стихийной силой, неистовая всепоглощающая любовь, пылающая в их сердцах. Интрига действия неожиданно сюжетных поворотов – все это увлекает, завлекается переживать и понимать, как опасно человеку становиться игрушкой собственных страстей. В Железноводском городском доме культуры сегодня вечер вокальной инструментальной музыки. В программе «Два голоса, две судьбы» вы услышите произведения Кальмана, Магомаева, Глазунова и других в исполнении лауреатов международных конкурсов Сергея Майданова, Ирины Пономаревой и Елены Одинцовой. Жителям и гостям города-курорта Кисловодск сегодня тоже не придется скучать. Спешите в театр-музей «Благодать». Там вечером этого четверга совершенно новая постановка «Ну, здравствуй, папа». Не пропустите. Дорогие друзья, но если вы из представленного афиши ничего не выбрали, есть еще один очень хороший вариант для хорошего времяпровождения – это смотреть сегодня вечером свое ТВ, и тогда вы точно не пропустите. В 19.15 первый выпуск программы «Дело номер». Ирина Ивановская расскажет, зачем судьям мантия. В 19.30 самые свежие новости в информационной программе «День». В 20.30 проект «Человек на своем месте». История судьбы директора Дома культуры Верхней Кугульты Натальи Донской. А в 21.05 художественный фильм «Два мира». В центре события обычный мужчина, но неожиданно его судьба полностью изменится. Бросает супруга, остается без работы, погружается в долги, и он перечает к родителям. Но однажды он попадает в другое измерение. Что дальше? Смотрите сами в 21.05. Ну и подведем итоги сегодняшнего киноголосования. Мы предоставили вам два фильма на выбор, которые покажем в это воскресенье вечером. Первый фильм – это «Письма к Джульетте». И второй фильм – «Легкое поведение». И пока в лидерах фильм «Легкое поведение». Конечные итоги мы подведем в пятницу. И вообще с 18 февраля по 18 марта мы покажем вам то, что вы, дорогие наши телезрители, выберете сами. Ну а на этом сегодняшний полдень подошел к концу. Я желаю вам хорошего дня. Увидимся.